Я рада вас приветствовать на моём канале. 23 мая, 10 мая по старому календарю отмечается народный праздник Симон-Зилот, Симонов день. Согласно церковному календарю, все православные в эту дату вспоминают апостола Симона-Канонита, Зилота. В народе по традиции отмечают день Симона-Зилота, названного по аналогии со словом «золото», так как считалось, что апостол покорительствовал кладоискателям. Это особый благодатный день, когда Земля празднует свои именины. Поэтому сегодня есть как важные запреты, так и светлые приметы на 23 мая, обещающие обогащение и деньги тому, кто им следует. Самый главный запрет этого дня – сегодня нельзя работать. В народе считается, что тот, кто будет работать, особенно если работа связана с землёй, огородом, посадками, он лишится своих финансов на три года. Считается, что Земля сегодня отмечает свои именины, поэтому работать на Земле – это большой грех. Считается, что апостол Симон наделяет в этот день природу целебными и благодатными свойствами. Так все травы сегодня становятся буквально волшебными. Поэтому издавна именно на Симона-Зилота ходят в поля и на луга, в леса и на болота, чтобы собирать лечебные травы и коренья. Фитотерапия сегодня особенно действенна и помогает справиться с любыми болезнями. А ещё приметы на 23 мая говорят, что сегодня можно найти клад. Существует поверие, что всего три раза в году все клады открываются для ищущих. И один из таких дней – день Симона-Зилота. Два других – это Пасха и Ивана Купала. Если сегодня пойти искать клад, то человек его обязательно найдёт. Однако все клады хранит нечистая сила, она скрывает их от глаз и прячет. Чтобы найти клад, искателю нужно перед дорогой прочитать специальную молитву. А ещё 23 мая – это пророческий день. Все гадания сегодня сбываются. Поэтому девушки гадают на картах, раскидывают расклады тару или просто загадывают – сбудется, не сбудется. В этот день читают особую молитву, чтобы найти клад и обрести богатство. Слова молитвы такие. «Пойду я в чистое поле, в дремучие леса, за чёрной грязи, за океан море. Там стоит столб, а на нём Пресвятая Богородица. То, что за болотом положено, мне взять нужно. Отойди же, сила нечистая, не ты клад положила, не тебе стеречь». Существовало издавна поверье, что 23 мая – это день рождения Земли. Поэтому в этот день не сели и не пахали, чтобы не потревожить именинницу. Даже палку на Симона в неё не втыкали, иначе, согласно примете, можно ранить матушку-землю. Она обидится и перестанет родить. Целители 23 мая в Симонов день собирали в одиночестве травы, из которых готовили полезное лекарство. За день до сбора парились в бане, надев чистое бельё, ни с кем не ссорились и старались думать только о хорошем. Перед тем, как сорвать растения, над ним читали Богородицу, а после трижды сплёвывали через левое плечо, чтобы очиститься от злых помыслов. Рвали руками обмотанными белыми платками, дабы не перебить целебную силу растения своей энергетикой, накопившейся на голых ладонях. Травы завязывали в пучки и сушили на чердаках. Была у крестьян традиция 23 мая кормить коров травами жёлтого цвета, чтобы масло, приготовленное из их молока, имело жёлтоватый оттенок. Также на Симона мыли коровьевыми отварами целебных трав, собранных сегодня. Тогда молоко напитается силой, излечивающей от многих болезней. Им поили больных. Из этого же молока готовили сметану, которую клали на специально приготовленный для занедужившего хлеб. Мы верили, что как только он съест такой бутерброд, тут же пойдёт на поправку. Симонов день наши предки считали пророческим, поэтому 23 мая было принято проводить гадание до будущего. Если в обед хозяйка собирала чётное количество яиц, то это означало, что в этом году их семья станет больше, родится ребёнок, сын приведёт в дом невестку. Если же нечётное, никаких перемен не ожидается. Гадали в этот день и на бобах. Брали 11 белых бобов и одного чёрного цвета. Клали их перед тем, как ложиться спать, под подушку, а утром доставали один. Если белый, впереди ожидается удача и радость. Если чёрный, лучше перенести намеченные планы на потом, поскольку всё равно невозможно будет их воплотить в жизнь. Апостол Симон считался покровителем искателей кладов, поэтому именно в его праздник 23 мая было принято искать сокровища. Хотя их и не каждому дано найти, нужно знать особенные заговоры, а также иметь при себе косточку-счастливку, цветок папоротника или другие волшебные атрибуты. Но не факт, что и тогда результат будет положительный. Ведь под землёй обитает тёмная сила, тщательно оберегающая свои скарбы. Чтобы её напугать, необходимо совершить определённое ритуальное действие, ничего не позабыв и не перепутав, и прочитать магический заговор. Читают такой заговор, чтобы найти клад. После всей проделанной работы по поиску клада читали такие заговорные слова. «Клад лежит на дне глубоком, нечистая сила его хранит, где спрятала, не говорит. Я же пойду и Господа Бога попрошу, чтобы нечисть прогнал, и мне место сокровища указал». Однако даже найденный клад нельзя было назвать своим, так как если он достался несчастному или злому человеку, то находка могла превратиться в прах или в черпаки. Если кому-то повезло найти клад, но он сам по какой-то причине им воспользоваться не может или не хочет, его можно было завещать. Для этого его заговаривали, например, на 10 голов, то есть чтобы только 11 человек отыскал сокровище. Считается, что травы 23 мая обладают целебной благодатной силой. Приметы на 23 мая говорят, что сегодня открываются все клады, особенно тому, кто прочитает молитву кладоискателя. Кто сегодня на земле работает, тот ее обижает. Денег и богатства он еще три года не увидит. Считается, что если выйти из дома в новой одежде, то получишь нежданную прибыль. Все ночью птицы поют к дождю. Наши предки строго придерживались запрещающих примет, поэтому всегда помнили о том, что нельзя делать 23 мая в день Симона Золота работу, связанную с землей. Дело в том, что, согласно старинным поверьям, земля сегодня считается именинницей. А потому с тем, кто ее потревожит, начав баранить, рыть или, что самое страшное, вбивать в нее колья, может случиться большая беда. В старину верили, что человек, нарушивший этот запрет, может серьезно пострадать, упасть, пораниться или же получить травму. Старики говорили, что 23 мая лучше заняться, например, сбором лекарственных трав, которые в день Симона обладают особой силой для приготовления лечебного зелья. Однако, прежде чем приступать к сбору трав, надо тщательно вымыться и обязательно надеть чистое белье. Важно помнить и о том, что срывать траву можно лишь, используя платок или полотенце. Голыми руками делать этого не следует. Нельзя в этот день прятать деньги. Очень скоро их найдут, даже если они и лежат в надежном месте. В то же время, именно сегодня Симон Зилот приходит на помощь кладоискателям, и они могут отыскать немалую денежную сумму или драгоценности. Поэтому сегодня обязательно нужно перебрать все свои вещи. Возможно, в каком-то кармане и лежит забытая когда-то крупная купюра. Или же покопаться в бабушкиной шкатулке, там может быть большой сюрприз. По примете, нельзя в день Симона Зилота тратить много денег, иначе потом придется жить в долг. Тот же, кто в этот день сэкономит, в будущем будет вознагражден большой денежной суммой, а также благополучием и удачей в финансовых делах. Не стоит сегодня уклоняться от уборки в доме. 23 мая надо, чтобы повсюду был порядок. Тогда и в деловом плане все будет прекрасно. У хозяев, в чьем доме будет царить хаос, возможны проблемы и в бизнесе, и в деньгах, и в отношениях. Ни в коем случае нельзя 23 мая оставлять пустым кошелек, иначе и потом он постоянно будет пуст. Важно, чтобы в кошельке в день Симона было хотя бы несколько крупных купюр. Монеты для этого не подходят. Не стоит в этот день пересаживать комнатные растения. Они могут не прижиться в новой земле. Если 23 мая лопнули сережки на березе, примета, что пришло время засевать хлеб. Если поутру в Симона в день пчелки шустро передвигаются, значит, будет ясный день. Если дождит сегодня и ветреная погода, примета, что впереди ожидается тепло. Если кроты на Симона вокруг норы землю разбросали, грядет дождливая погода. Если слышно до самого рассвета, как птицы поют, по примете задождит. Считается, что рожденные в Симона в день обладают огромной силой, которую они из земли черпают. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Симон. 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 Симон.